Лунная гонка Это достаточно интересная история, поскольку, на мой взгляд, она интересна, поскольку сегодня люди даже, которые практически не интересуются космосом и истории его освоения, тем не менее, знают, что да, вот американцы были на Луне и возможно даже вспомнят, что первого астронавта звали Нил Армстронг и что дело происходило в 1969 году. Но, к сожалению, про советскую лунную программу практически ничего не известно. Ну, по понятным причинам в Советском Союзе это все было строго засекречено, хотели рассекретить только после успешной посадки советского космонавта на Луну, посадки не произошло и, соответственно, все это оставалось засекреченным вплоть до 90-х годов. Тогда непосредственные участники, которые разрабатывали эту программу, уже многие ушли из жизни, поэтому очень сложно было по крупицам восстановить более-менее цельную картинку советской лунной программы. Но, тем не менее, за 20 лет накопилось достаточное количество информации, поэтому сегодня цельная картинка лунной программы все-таки есть, и я хотел бы вам немного о ней рассказать. Вначале пару слов о себе. Я недавно закончил университет, буквально это весной, но моя специальность, которую я получил в университете и моя профессия, по которой я работаю сейчас, они вообще никак с космосом не связаны. То есть изучение истории космонавтики — это чисто мое хобби. Откуда оно появилось? Ну, возможно, из-за того, что в детстве я увлекался научной фантастикой, обожал читать про различные путешествия к вымышленным мирам, про различные космические перелеты, но потом, когда я подрос, немножко мне эти сказки надоели. И с удивлением для себя я обнаружил, что изучать историю космонавтики гораздо более интересно, потому что, по сути, происходит все то же самое, то есть на орбите летают орбитальные станции, какие-то зонды летят к далеким планетам и так далее, но все это происходит в реальной жизни. Поэтому меня эта тема очень сильно заинтересовала и, надеюсь, заинтересует вас. Итак, ну и, конечно, я очень люблю компьютерную игрушку Purple Space Program. Это такой космический симулятор, где нужно строить ракеты и осваивать виртуальное космическое пространство. Она, по сравнению с реальной жизнью, очень сильно упрощена, но все равно в эту игру играть достаточно сложно. И появляется понимание того, насколько же все-таки сложно изучать космос. Итак, вначале пару слов о лунной гонке. Почему все-таки два государства, вместо того, чтобы грозить друг другу оружием через океан, решили внезапно на перегонки пытаться отправить своего гражданина на поверхность Луны? Зачем это вообще было нужно? На самом деле, ответ довольно простой. Дело в том, что в конце 50-х и в начале 60-х годов прошлого века Советский Союз в освоении космоса был далеко впереди Соединенных Штатов. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Советским Союзом 12 апреля 1961 года был запущен в космос первый человек Юрий Алексеевич Гагарин. И любые достижения Соединенных Штатов Америки, любые достижения их космической программы просто меркли по сравнению с достижениями Советского Союза. Кстати, просто чтобы проверить, насколько хорошо вы в их теме, кто-нибудь может вспомнить еще какие-нибудь такие интересные и громкие достижения советской космонавтики где-то с 57-го по... Ну, давайте возьмем 10 лет по 67-го. Что-нибудь такое выдающееся кто-нибудь может? Да, пожалуйста. Первая женщина-космонавт в 63-й год. Замечательно, в 63-й год. Валентина Терешкова. Да, было такое. В 60-й год. Первые животные, которые вышли на орбиту и живыми вернулись обратно на Землю, потому что первой собакой была Лайка в 58-м, и она не выжила, да? Ну, я плохо, не в теме абсолютно, но мне кажется, Титов, по-моему, первый вышел в открытый космос. Первым был Алексей Леонов в 65-м году. Герман Степанович Титов полетел сразу после Гагарина в августе 61-го. Это первый полет длительностью одни сутки. Титов совершил 17 витков вокруг Земли. Да, тоже можно считать. Запуск первого спутника в 57-м. Да, 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 вот я говорил об этом 4 октября 57-го года. Что-нибудь еще такое интересное? Ну, ладно, неважно. В принципе, вы очень хорошо в теме, это здорово. Итак, естественно, граждан Соединенных Штатов и руководство США такое положение дел не устраивало. Как же так? Страна, вроде бы как, должна быть на острие науки, должна быть лидером во всех отраслях, и тут внезапно Советский Союз делает такие классные штуки в космосе, а мы не можем. И поэтому в 61-м году, когда к власти пришел президент Джон Кеннеди, он проконсультировался с Вернером фон Брауном, американским инженером немецкого происхождения, и спросил, что же такого классного можно сделать в космосе, чтобы раз и навсегда доказать, кто же в космосе главный. И фон Брауном предложил как раз-таки программу полета человека на Луну. В мае 61-го года, через две недели после полета Гагарина, Кеннеди выступил с этим предложением перед Конгрессом. Конгресс эту идею поддержал, и эту дату, мае 61-го, можно считать началом лунной гонки. Когда гонка закончилась, тут сложно сказать, существует несколько дат, выбирайте, какая вам больше нравится. В 69-м году, в июле, Нил Армстронг первым в истории вступил на поверхность Луны. В 72-м году состоялась последняя экспедиция на Луну, Аполлон-17, итого их всего было шесть. В 74-м году была закрыта советская лунная программа, то есть гонка завершена, когда последний участник доходит до финиша или его дисквалифицируют. Вот как раз это было в 74-м. И в 75-м году произошел такой очень красивый международный жест, когда на орбите встретились советский и американский корабль, программа «Союз Аполлон». Это тоже можно считать, в принципе, датой окончания лунной гонки. В общем, выбирайте любую, какая вам нравится. Итак, давайте теперь сосредоточимся на советской лунной программе. И самая важная составляющая лунной программы, это, конечно же, ракета, которая унесет наших космонавтов к Луне. Разработкой этой ракеты занимался советский конструктор Сергей Павлович Королев еще до того, как была объявлена лунная гонка с 1959 года. И эта тяжелая ракета получила название «Н-1». Вообще говоря, Королев разрабатывал эту ракету не для Луны. Давайте разберемся, зачем нам нужна была такая тяжеленная ракета. Итак, вообще говоря, большинство космических аппаратов, которые сегодня нужны, можно запустить с помощью небольшой ракеты семейства Р-7. Вот ракета «Союз» может поднять на орбиту 7 тонн. Это где-то как автобус-пазик, груженный дачниками, примерно по массе тоже самое будет. Эта ракета может выводить спутники связи, эта ракета может выводить людей к космической станции, грузовые корабли туда же. Раньше с помощью ракеты «Союз» выводили различные межпланетные станции для исследований Луны, Марса, Венеры и так далее. То есть почти все, что можно сделать в космосе, можно сделать с помощью этой относительно небольшой ракеты. Есть у нас и другая ракета чуть-чуть побольше, называется она «Протон». Она может вывести на орбиту уже 23 тонн, это уже довольно-таки много. Такая ракета использовалась для строительства орбитальных станций. Все советские орбитальные станции были построены с помощью запуска ракеты «Протон». Это «Салют», «Алмаз», «Мир» и российский сегмент Международной космической станции. Все это стало реальностью благодаря этой ракете. Также с ее помощью запускали тяжелые межпланетные станции, Квенере, Марсу и так далее. Луноходы советские тоже выведены этой ракетой. В общем, тоже замечательная штука, и практически все, что не может сделать «Союз», может сделать «Протон». Вот на снимке, кстати, советская станция «Мир» с пристыкованным к ней шаттлом. Но Королев разработал ракету немножко побольше. По проекту 1960 года эта ракета должна была выводить на орбиту груз массой от 60 до 80 тонн. Зачем нужна такая огромная махина? Во-первых, для того, чтобы выводить на орбиту различные спутники связи. На так называемую геостационарную орбиту. Это такая орбита, которая находится ровно над экватором на высоте 36 тысяч километров. И особенность орбиты в том, что скорость вращения спутника по орбите совпадает со скоростью вращения Земли. То есть спутник практически зависает над одной точкой планеты, и поэтому это очень удобно использовать для связи. То есть можно направить антенну один раз, настроить ее, направить на спутник и всегда получать хороший сигнал. Вот для этого нужна была ракета М-1. Также она была нужна для выведения больших орбитальных станций. Потому что раньше на технику никто не полагался. Сейчас все это можно сделать с помощью спутников-шпионов. Раньше рассчитывали только на людей. Думали, что вот люди будут летать на орбитальные станции, будут смотреть из космоса на территорию нашего противника, фотографировать, а потом отправлять на Землю отснятую пленку. То есть раньше технологии были немножко более примитивными. Также эта ракета была нужна для отправки советских космонавтов в полеты к Марсу и Венере. То есть разрабатывались проекты тяжелых космических кораблей массой 75 тонн примерно, которые могли бы отправить 2-3 человек в экспедицию длительностью 2-3 года. То есть именно для этого, а не для полета на Луну, изначально разрабатывалась ракета М-1. И это важно. Давайте поговорим о самой главной составляющей ракеты, о ее двигателях. Потому что без двигателя ракета это просто металлическая башня. Сергей Павлович Королев, главный конструктор этой ракеты, для всех своих предыдущих ракет использовал двигатели другого выдающегося советского инженера Валентина Петровича Глушко. Они вместе работали над изучением реактивной тяги в 30-е годы. Они были арестованы, Глушко в 1938, Королев в 1939, работали в так называемой Шарашке в КБ Туполево. Затем, после войны, они были командированы в Германию для изучения трофейных немецких ракет Вау-2. В 1946 вернулись в Советский Союз и продолжили работу уже над советскими ракетами. Все ракеты, созданные Королевым, летали до этого на двигателях Глушко. И поэтому, когда возникла необходимость создать новую тяжелую ракету, Сергей Павлович первым делом обратился к Валентину Петровичу с просьбой создать такие тяжелые двигатели. Но возникла некоторая проблема. В частности, конструкторы не договорились о том, какое топливо будет на ракетах использовано. Сегодня большинство ракет летает на смеси топлива, кислород и керосин. Оно дешевое, оно экологически безопасное. Двигатели на этом топливе работают довольно-таки эффективно. И ракета «Союз», вот, кстати, недавняя фотография с Космодрома Восточного, тоже летает на этом топливе. Но была тогда одна проблема. Глушко не мог создать большие, мощные двигатели, потому что на смеси кислорода и керосина двигатели вели себя очень нестабильные и взрывались. То есть была такая вот чисто инженерная проблема. Чтобы ее решить, Глушко пошел на хитрость. Он уменьшил, он сделал двигатель из нескольких камер сгорания. То есть вот такие вот движки стоят на «Союзе». Если посчитать, окажется, что тут 32 двигателя, но на самом деле их всего 5. Просто каждый из них состоит из нескольких камер сгорания. И когда возникла необходимость разработать что-то совершенно новое по мощности, Глушко настоял на использовании другого топлива. Вот такая вот смесь токсичных веществ. Это несимметричный гиптил и азототетраоксид, по-моему. Это идеальное топливо для ракеты, потому что, во-первых, оно воспламеняется при смешивании этих двух компонентов, то есть двигатели становятся очень простыми. Во-вторых, это топливо в нормальных условиях жидкое. То есть кислород нужно охладить, чтобы он стал жидкостью. Это усложняет заправку ракеты. А здесь два этих компонента в жидком состоянии находятся в обычных условиях. И двигатель на этом топливе можно создать практически любых размеров, поэтому Глушко наставил на использовании именно такой связки топлива. Но у этой связки есть одна большая проблема. Оно очень ядовитое. Это топливо даже более ядовитое, чем отравляющее вещество фасген. То есть его использование сопряжено с большой опасностью для экипажа космического корабля. Поэтому конструкторы очень долго спорили о том, на каком же топливе полетит лунная ракета. В итоге они поссорились до конца жизни Королева, к сожалению, и больше никогда практически не общались. А Королев пошел с просьбой создать двигатель к другому конструктору реактивных двигателей в Советском Союзе, к Николаю Кузнецову, который в то время работал на Куйбышевском моторном заводе и создавал реактивные двигатели, но для самолетов, а не для ракет. Королев уговорил Кузнецова создать двигатель для ракеты и мотивировал это тем, что на самом деле авиационный двигатель гораздо сложнее, чем ракетный. Ну посмотрите, вот двигатель для бомбардировщика Ту-95. Тут огромное количество разных трубочек, проводов, каких-то непонятных движущихся частей. В общем, эта конструкция выглядит монструзорно. И вот опять же ракетный двигатель. Просто вот такой вот горшок, и на нем какая-то небольшая обвязка. То есть он выглядит гораздо проще по сравнению с авиационным. Поэтому Николай Кузнецов согласился разработать для новой ракеты двигатель с тягой примерно 150 тонн. Ракета очень тяжелая, и поэтому на первую ступень предполагалось поставить 24 двигателя. Впоследствии это, конечно же, оказалось фатальным для ракеты. Я попозже объясню почему. Теперь перейдем к другим советским конструкторам. Это Владимир Николаевич Челомей и Михаил Кузьмич Янгель. После того, как Соединенные Штаты объявили о начале лунной гонки, эти два инженера, им не очень нравилось находиться в тени Королева. Ну, представьте, Королев запускает спутники, запускает людей, а эти люди занимаются созданием боевых ракет. Им надоело находиться в тени Королева, и они тоже предложили свои проекты лунных ракет. Это у Р-700 конструктора Челомея и Р-56 конструкции Янгель. Теперь про сам корабль. Давайте представим, из чего должен состоять корабль, чтобы долететь до Луны, высадить туда людей и потом успешно вернуться на Землю. Самое главное — это спускаемый аппарат. В нем люди вернутся в итоге на Землю. Он должен быть небольших размеров. Вот спускаемый аппарат корабля «Союз», на котором сегодня люди летают в космос. Он довольно-таки тесный, он рассчитан на двух или на трех человек. Там же находятся парашюты, там же находятся различные оборудования для связи, оборудования для жизнеобеспечения и так далее. То есть места в этом кораблике довольно мало. Затем нам нужны некоторые системы различные, чтобы космонавты могли пережить полет к Луне. Вообще говоря, космонавты — это, конечно же, почти что супергерои. Они могут в течение долгого времени переносить различные лишения, но по-прежнему это достаточно такие нежные живые организмы. И для того, чтобы они оставались живыми в течение длительного полета, нужно обеспечить их очень многими системами. Нужно поддерживать комфортную температуру, нужно поддерживать комфортное давление воздуха, нужно постоянно добавлять в воздух кислород, убирать оттуда углекислый газ, нужно, чтобы космонавты что-то ели, пили, нужно, чтобы куда-то девались отходы. В общем, для того, чтобы живых людей довести до Луны, нужно решить очень-очень много проблем. И вот в этом приборно-агрегатном отсеке находились основные системы жизнеобеспечения, находился запаст топлива для того, чтобы вернуться с орбиты Луны обратно на Землю. И вот это, в принципе, уже более-менее готовый корабль, но есть одна проблема — он очень тесный, для того, чтобы было немножко просторнее. К этому кораблику добавляется еще один отсек — орбитальный. На фотографии советские космонавты Елисеев в этом самом орбитальном отсеке, как видите, он довольно-таки просторный, очень много свободного места там, космонавты могут спать при длительном перелете. И этот отсек можно использовать как шлюз. То есть космонавт может надеть скафандр, закрыть переборку между основным отсеком и орбитальным, и выкачать постепенно воздух из орбитального отсека, выйти в открытый космос. Вот мы получили, в принципе, практически готовый космический корабль, который может находиться в космосе две недели, а затем может успешно приземлиться обратно на Землю и вернуть космонавтов живыми. Но есть еще другая проблема — корабль должен сесть на Луну. И вот эта вот махина, она весит на самом деле 11 тонн. Это уже довольно-таки много. Если все это целиком посадить на Луну, то для этого потребуется огромное количество топлива. Наши инженеры пошли на небольшую хитрость, и к этому кораблику пристегнули еще один маленький-маленький космический кораблик, который должен был с человеком на борту сесть на Луну, потом взлететь. Человек перешел бы вот в этот основной космический корабль и вернулся бы обратно на Землю. К сожалению, как видите, этот корабль находится пристегнут за основным кораблем, поэтому добраться до него можно было только через открытый космос. А это на самом деле довольно-таки опасно. Дальше. Чтобы эта штука долетела до Луны, к ней нужно добавить еще один топливный бак, который разгонит всю эту конструкцию, затормозит на орбите Луны, потому что без топлива, понятное дело, никак. И даже этого бака недостаточно, поэтому был добавлен еще один, который, собственно, разгонял корабль до Луны, затем вся эта конструкция помещалась внутрь головного обтекателя, ну, чтобы во время старта ничего не отвалилось, чтобы воздух никак не помешал старту корабля. И вот еще здесь, справа, слева для вас, находится такая небольшая башенка, это система аварийного спасения. Если с ракетой что-то пойдет не так, то эта башенка, это на самом деле маленькая такая ракетка, она оторвет всю эту конструкцию от гибнущей, взрывающейся ракеты и посадит где-нибудь в безопасном месте. Такая вот система, такая вот мера предосторожности. Итак, только что мы поняли, как должна выглядеть минимальная конструкция для того, чтобы отправить советского космонавта на Луну. И, к сожалению, эта конструкция, по самым-самым скромным подсчетам, должна была весить 93 тонны. Ракета могла вывести на орбиту только 75. Это, конечно, первая очень серьезная проблема, с которой пришлось столкнуться нашим инженером. То есть проект ракеты был готов в 62-м, а в 64-м выясняется, что на самом деле эту ракету нужно апгрейдить. Ну что ж, ничего не поделаешь, пришлось апгрейдить. Во-первых, естественно, чтобы ракета лучше летела, нужно добавить больше двигателей. 24 двигателя мало, мы еще 6 добавим, у нас теперь их 30. Вот таким образом выглядит днище ракеты. Как видите, оно полностью усеяно двигателями. Дальше в ракету залили побольше топлива. Для этого пришлось охладить кислород и керосин до минусовых температур, чтобы в баке его можно было залить побольше. Изначально ракету предлагалось вывести на орбиту высотой 300 км, понизили орбиту до 220. Это опаснее, но это позволяет вывести больше груз. И немножечко, скажем так, форсировали движки, буквально на 2% подняли их тягу, чтобы каким-то образом поднять утяжеленный лунный корабль, оторвать его от Земли и вывести на орбиту. Программа полета выглядела примерно следующим образом. Кстати, она очень похожа на американскую программу «Аполлон», только ракета чуть меньше, ну и, соответственно, вместо трех космонавтов в корабле находилось всего двое. Ракета отрывалась от Земли, затем выводила на орбиту лунный корабль, он разгонялся к Луне, выходил на орбиту Луны, затем от него отделялся посадочный корабль, приземлялся на Луну, оттуда выходил советский космонавт, втыкал флаг, значит, собирал камни, делал несколько фотографий, докладывал руководству, что задание партии выполнил, и забирался обратно в лунный корабль. Этот лунный корабль взлетал, стыковался с основной ракетой, космонавт через открытый космос возвращался обратно в основной корабль, и вся эта конструкция направлялась к Земле и совершала посадку в заданном районе Советского Союза. Но был у нас еще и запасной вариант. К 1965 году стало очевидно, что мы отстаем от американцев в лунной программе, причем отстаем очень сильно. У нас к тому времени ракета вообще не была готова, а американцы уже испытывали отдельные двигатели и отдельные ступени своей будущей ракеты Сатурн-5. Поэтому срочно был разработан запасной план, который позволял выиграть немножко времени. На ракету Протон, вот она справа, ставилась урезанная версия вот этого лунного корабля. Она состояла всего лишь из двух отсеков, то есть космонавтов в тесноте проводили там некоторое время. И этот кораблик должен был просто облететь вокруг Луны, без посадки, просто облет Луны и успешное возвращение. И такая миссия по планам должна была состояться где-то в 1967-1968 году, и это позволило бы, ну, не выиграть американцев в лунной гонке, но хотя бы чуть-чуть славы у них отнять. Сказать, что вот мы Луну первой облетели зато. Да. Итак, у нас есть корабль, у нас есть запасной вариант, все вроде бы готово, осталось натренировать экипаж. В нашем отряде космонавтов с 1965-1966 года стали постепенно распределять роли, кто чем будет заниматься в будущих лунных миссиях. Кто-то должен был отлаживать космические корабли на земной орбите. То есть самое простое, мы запускаем корабль вокруг Земли, смотрим, насколько хорошо или плохо он работает, потом думаем, что в нем улучшить и так далее. Вот. То есть самый безопасный вариант. На эту миссию были назначены Гагарин и Комаров. Вот он находится справа. Дальше. Кто-то должен был лететь на запасном варианте, просто вокруг Луны. Это был наш космонавт Валерий Выковский. Он летал одновременно с Валентиной Терешковой на корабле «Восток-5» в 1963 году, но, понятное дело, он в историю не вошел, потому что в историю вошла Терешкова. Да. Дальше. Кто-то должен был лететь уже к Луне. Один космонавт должен был остаться на орбите, ждать своего товарища и завидовать ему. И это был Георгий Гречко. Ему недавно, кстати, исполнилось 85 лет. Ну и кто-то, кто собрал бы всю славу, должен был, собственно, высадиться на Луну. И советским аналогом Нила Армстронга был как раз-таки Алексей Леонов. То есть он был назначен на миссию, которая подразумевала высадку на поверхность Луны и должен был стать первым советским, ну а если повезет, то и вообще первым человеком в мире, который сел бы на Луну. Конечно, космонавтов было гораздо больше в этом отряде, просто вот четыре представителя разных миссий. И так теперь у нас уже все есть, то есть ракета, космонавты, все хорошо, можно запускать первые испытательные полеты. И здесь, к сожалению, начались очень серьезные проблемы. Я не буду рассказывать обо всех испытательных полетах, их было много, расскажу о самых значимых. В 1967 году на корабле «Союз-1» в космос поднялся советский космонавт Комаров. На его месте должен был находиться Юрий Алексеевич Гагарин, но из-за того, что корабль находился в неготовом состоянии, Гагарина пожалели, все-таки первый космонавт планеты, и вместо него отправили дублера Комарова. То есть поменяли их местами, дублером был Гагарин. На орбите возникло очень много неполадок, корабль «Союз» был очень тогда сырым, недоделанным, постоянно возникали различные неполадки, и поэтому после нескольких часов полета было принято решение корабль посадить. Но, к сожалению, в процессе посадки возникли проблемы, не открылся парашют, и космонавт Комаров, к сожалению, погиб. Это, наверное, была одна из первых жертв в космосе. Естественно, после этого события пилотируемые полеты были прекращены примерно на полтора года, и это очень сильно отодвинуло по срокам и так отстающую советскую лунную программу. Затем начали в беспилотном режиме испытывать тот самый запасной вариант, который назвали таким лаконичным названием, как и все советские названия, «Л-1». Первый аппарат, который был назван «Зонд-5», по этой программе совершил свой полет в сентябре 1968 года. На борту этого корабля находились две черепахи, и это был первый в истории космический корабль, который облетел Луну и успешно приземлился в Идийском океане. То есть советские черепахи стали первыми живыми существами, которые в 1968 году облетели Луну. По пути корабль делал снимки Земли, должен был сделать снимки Луны, но в процессе отказала камера. Так что снимки Луны получены не были. Во время посадки эту посадочную капсулу обнаружили советские отряды, которые занимались поиском и спасением приводнившихся капсул. Обнаружили не сразу, первыми ее обнаружила иностранная разведка. И таким образом в Соединенных Штатах поняли, что в СССР что-то затевается, и Советский Союз может обогнать Соединенные Штаты и первыми отправить на Луну свою миссию для облета. Поэтому в США лунная программа тоже была форсирована. И миссию Аполлон-8, изначально ее предполагали провести целиком на орбите Луны, но решили в миссии Аполлон-8 в декабре 1968 года уже лететь прямо-таки к Луне и сделать несколько оборотов вокруг нее, то есть облететь Луну. Затем в ноябре 1968 года был запущен еще один аппарат той же серии L1. На борту, по-моему, тоже находились живые существа. В США этот корабль также облетел Луну и приземлился уже на территории Советского Союза. Но, к сожалению, в процессе отстрелился парашют раньше, чем это было нужно, и поэтому капсула разбилась. В процессе полета этого корабля тестировали связь. То есть Центр управления полетами общался с космонавтами, которые находились на Земле, но все сигналы шли через этот лунный корабль. И эти переговоры были перехвачены Соединенными Штатами. И в США подумали, что мы уже отправили людей в сторону Луны, и, конечно же, очень сильно испугались из-за этого. Думали, что вот опять, несмотря на все усилия, очередная гонка проиграна. Но после этого не последовало никаких официальных сообщений ТАСС. Поэтому оказалось, что это просто беспилотный испытательный полет. Следующая миссия должна была состояться 8 декабря 1968 года, уже с людьми на борту. И на самом деле, если бы этот полет состоялся, то были бы все шансы обойти Соединенные Штаты и первыми облететь Луну. Но, к сожалению, этого не произошло, потому что еще жива в памяти была гибель Комарова. Также возникали неполадки с беспилотными пусками. Последний из них тоже разбился. И поэтому никто не рискнул отправлять людей на таком корабле. И поэтому вот эта первая стадия лунной гонки, облет Луны, была проиграна. То есть через несколько недель после этого запуска беспилотного, 25 декабря, американские астронавты на корабле Аполлон-8 впервые в истории облетели Луну. Но еще оставалась надежда на то, что в пилотируемой программе с высадкой на Луну нам повезет. Конечно, надежда была призрачной, мы отставали очень сильно. Но надеялись на то, что в Соединенных Штатах возникнут какие-то неполадки с лунной ракетой, с кораблями. И это отсрочит высадку американцев на Луну, и за это время мы что-нибудь успеем сделать. Но, увы, 21 февраля 1969 года состоялся первый пуск новой ракеты N1. Наконец-то она была доделана, сроки были сорваны примерно на 2,5-3 года. Но все-таки ракета была водружена на стартовую площадку, заправлена и готова к полету. Ну, естественно, никто многоэтажные дома рядом с ракетами не строил. Я прифотошопил, чтобы было понятно, каких она примерно масштаб. К сожалению, запуск был неудачным. Через некоторое время в первой ступени ракеты начался пожар, и поэтому примерно через 69 секунд полета двигатели были выпущены аварийной системой. И ракета упала в нескольких километрах от старта. Тогда это не воспринималось как полная неудача, потому что это было типично для советской программы. Дело в том, что вначале Советский Союз запускал военные баллистические ракеты, и чтобы довести их качество до определенного уровня, ракеты запускались в огромном количестве тестовые. То есть 20, 30, 40 пусков проводили для того, чтобы, скажем так, повысить надежность ракеты. И примерно ту же систему переняли при испытании вот таких вот огромных и дорогущих конструкций. Например, впервые в истории в 66-м году совершил посадку беспилотный космический аппарат Луна-9 на поверхность Луны и передал первые в мире съемки лунной поверхности, снимки. Но это произошло с 12-й попытки. С 63-го по 69-й год было совершено 12 попыток для того, чтобы осуществить такую миссию. И, наверное, такая же участь ждала и ракету М-1. Дальше. В июле 69-го года, за несколько, за три недели, по-моему, до пуска Аполлона-11, до пуска, который наконец-то посадил людей на поверхность Луны, состоялся второй пуск ракеты М-1. И, к сожалению, на этот раз все обернулось гораздо большими проблемами. Как только ракета взлетела на высоту стартового сооружения, сразу же были выключены аварийные системы все двигатели из-за того, что в первой ступени произошел взрыв. Двигатели Николая Кузнецова, которые вроде бы как должны были стать очень простыми и ненадежными, оказались на самом деле очень ненадежными и постоянно вели себя очень нестабильно. И ракета взорвалась, и она упала обратно на стартовую площадку. И таким образом стартовая площадка была разрушена полностью, соседняя стартовая площадка, точно такая же, была очень сильно повреждена. И из-за этого и так уже бесконечно съехавшие сроки пуска людей на Луну отъехали еще дальше. И, в принципе, всем стало очевидно, что лунную гонку выиграть уже невозможно, но по инерции некоторое время запуски этой ракеты продолжались. Третий пуск состоялся уже через два года, в 1971 году. Астронавты американские уже вовсю гуляли по Луне, уже катались там на машинах, присылали цветные снимки и так далее, а мы все никак не могли отладить нашу лунную ракету. И, к сожалению, тоже что-то пошло не так. Ракета полетела, как видите, немножко кривовато, потому что в процессе она начала неконтролируемо вращаться. Конструкторы не учли какую-то особенность аэродинамики, и поэтому через 50 секунд ракета опять же упала. И, наконец, в 1974 году все предыдущие проблемы были учтены, все возможные причины отказа были ликвидированы, ракета уже была, по заверениям конструкторов, абсолютно надежной, и поэтому в 1972 году состоялся четвертый пуск этой ракеты. То есть американцы по-прежнему ходили по Луне, мы еще никак не могли ракету отправить. И вот, наконец-то, в 1972 году опять неудачный пуск. К сожалению, спустя некоторое время, буквально через пару, точнее, через 107 секунд, то есть до отделения первой ступени оставалось совсем немного времени, но, опять же, ненадежный двигатель Николая Кузнецова взорвался, и, к сожалению, ракета опять же, скажем так, закончила свое существование несколько раньше. К сожалению, лунная гонка была проиграна полностью, естественно, после этого последовали различные выговоры, сокращения и так далее. К 1974 году главный конструктор, который пришел взамен умершего королева Василий Мишин, был отстранен от своей должности, но на самом деле вина была не Мишина в том, что советская лунная программа сорвалась. Кто же был виноват? На самом деле сказать это довольно-таки сложно. Во-первых, у нас были довольно-таки ненадежные двигатели Николая Кузнецова, сложно было ему за такие короткие сроки разработать хороший кислородный керосиновый двигатель, и поэтому ракета летала не очень хорошо. Конечно же, страна испытывала огромные проблемы с финансированием, и это отразилось на лунной программе, в первую очередь, и из-за этого сроки тоже регулярно съезжали, из-за того, что ракету плохо финансировали. Ну и мы помним, что у нас рассорились два главных конструктора, Королёв и Глушко, у нас были конструкторы, которые вместо того, чтобы помогать Королёву в его лунной программе, придумывали идеи своих лунных программ. В общем, конструкторы распыляли свои усилия, работали не сообща, и это, конечно же, тоже очень негативно сказалось на лунной программе. Но главная причина проигрыша — это, наверное, все-таки недостаток руководства, точнее, проблема с руководством. Дело в том, что в Соединенных Штатах, как вы знаете, есть НАСА, НАСА — это государственная организация, которая координирует все, что касается мирного изучения космоса. У нас такой организации не было. Ракетчики подчинялись Министерству обороны, вроде бы как. Вроде бы как они подчинялись Министерству общего машиностроения, и вроде бы они еще подчинялись Академии наук. То есть в таких условиях четко и слаженно работать было довольно-таки сложно. И именно этим было вызвано то, что конструкторы никак не могли между собой договориться, потому что над ними не было какого-то руководителя, который, скажем так, ну, может быть, даже принудил их к сотрудничеству, несмотря ни на что. Но, тем не менее, после проигрыша лунной гонки возникла идея отыграться на чем-нибудь другом, запустить в космос какую-нибудь классную штуку, которая доказала бы, что Советский Союз на самом деле еще очень даже ничего и может делать классные вещи в космосе. Решили запустить орбитальную станцию. К тому времени конструктор Челомей разрабатывал свои боевые орбитальные станции. Да, помните, я рассказывал вам, чтобы шпионить за американцами. Но мы решили использовать эту станцию в мирных целях. Взяли пустой корпус от этой станции, поместили туда оборудование от корабля «Союз» и запустили станцию «Салют-1» в 1970 году. На самом деле, в течение некоторого времени, с 70-х по, наверное, 85-й год мы использовали станции примерно такого типа. Было запущено 7 станций серии «Салют». Советские космонавты находились в космосе практически непрерывно. И в Соединенных Штатах даже кто-то говорил, что вот мы в космосе являемся гостями, а русские там, мол, являются хозяевами. В 85-м, точнее, в 86-м году, по-моему, была запущена орбитальная станция «Мир». И затем уже на основе международного сотрудничества в 98-м была запущена орбитальная станция МКС, Международная космическая станция. Таким образом, можно сказать, что это вроде бы как такая неплохая альтернатива высадке человека на Луну, потому что на самом деле человеку там делать нечего. Он может собрать образцы камней, он может воткнуть флаг, он может походить, поездить на Луне на машинке, и, в общем-то, все. Он садится обратно в ракету и улетает. То есть с научной точки зрения, возможно, такое краткосрочное нахождение человека на Луне не оправдано. Если отправлять кого-то на Луну, то строить долгосрочную лунную базу и заниматься какими-то серьезными исследованиями. То есть программа «Аполлон» и советская лунная программа были созданы только для каких-то политических целей. Научная ценность была не очень-то и высокая. Вот. В заключении хочу рассказать о том, что осталось и сохранилось на сегодняшний день от той самой советской лунной программы. Во-первых, это корабли «Союз». До сих пор российские космонавты, ну и иногда иностранные коллеги тоже присоединяются, летают в космос на Международную космическую станцию на этих кораблях. То есть в следующем году этим кораблям уже исполнится 50 лет. А ракете, на которой они летают, в следующем году исполнится уже 60. Вот. Далее. От этой замечательной программы остались двигатели Николая Кузнецова. К 1974 году Кузнецов наконец-то смог довести до ума свои двигатели. Они стали невероятно надежными. Но, к сожалению, было уже поздно. И лунная программа была отменена, а 150 двигателей, изготовленных и уже оттестированных, остались. Об этих двигателях вспомнили только в 90-х, когда возникли проблемы с финансированием, и часть этих двигателей продали в Соединенные Штаты, где они были переделаны, и теперь на советских двигателях летают некоторые американские ракеты. Мы тоже часть из этих двигателей поместили на ракеты «Союз». Вот такая вот легкая модификация «Союза». Тут нет вот этих вот боковушек, да? Только центральная ступень, и на ней находится этот самый двигатель НК-33. Ну и в конце расскажу о том, как мы планируем возвращаться на Луну. Эти планы, конечно, довольно расплывчатые. Сами понимаете, ситуация сейчас с финансированием не очень. Но в начале, с 1923 по 1929 год, планируется повторить замечательную советскую беспилотную лунную программу. Вы, наверное, помните такие замечательные аппараты серии «Луноход». И аппараты, которые в автоматическом режиме брали лунный грунт и возвращали его на Землю. Вот примерно точно такие же миссии предлагается запустить в 1923-1929 годах. Затем планируется наш новый перспективный корабль «Федерация» также протестировать на лунной орбите. И уже затем где-то эти планы сдвигаются уже на 30-е и 40-е годы построить на Луне полноценную лунную базу, поскольку это единственный способ заниматься наукой, действительно наукой на поверхности Луны. Так. Что можно почитать и посмотреть, если вас эта тема и заинтересовала? Замечательный документальный фильм «Битва за космос». Он был снят, по-моему, в 2005 году. Он был снят совместно и Россией, и Соединенными Штатами, и европейскими странами. И он как раз описывает события, о которых я вот сейчас вкратце изложил, только более подробно. Фильм замечательный. Но только там показано, что Королёв, будучи арестованным, работал на рудниках, хотя на самом деле он работал в таком же конструкторском бюро, но, правда, находился при этом в заключении. Дальше. «Укращение огня» — это художественный советский фильм. Конечно, там не раскрываются реальные имена инженеров, которые принимали участие в создании российской космической техники, советской тогда. Но в людях очень хорошо угадываются Королёв, в главных персонажах Королёв и Глушко. Дальше. Потрясающий, очень классный, позитивный советский фильм «Космический рейс». Он был снят в 1935 году, как раз кадры отсюда. Это такая замечательная научная фантастика, очень позитивная. Видно, как люди стремились полететь в космос, на Луну и так далее. Всё это приправлено таким здоровым советским патриотизмом. Это не мой фильм. Я имею в виду без звука. Вы поняли, что я имею в виду? И как раз кадры отсюда. Очень хороший фильм. И авторов этого фильма консультировал советский учёный Константин Циолковский. Дальше. Книги Бориса Чертока «Ракеты и люди». Это, конечно, очень толстая такая пачка мемуаров. Всего их было выпущено 4 тома. Борис Евсеевич Черток — это советский инженер, который занимался системами управления в советских космических программах, и поэтому он, в принципе, знал всю эту внутреннюю кухню. Если вам интересно, обязательно прочитайте. Но очень длинно, хоть и интересно. Дальше. Американский фильм «Аполлон-13». Может быть, вы слышали, на этом корабле почему-то, посмотрите на его номер, возникли неполадки в процессе полёта, и только героическими усилиями Центра управления и самих астронавтов людей удалось вернуть на Землю живым. Очень хороший фильм, очень здорово снят. Там, по-моему, Том Хэнс в главной роли. Ну и можно зайти на сайт «Гигтаймс.ру», раздел «Научно популярный», а регулярно там появляются различные новости и статьи на космическую тему. У меня вроде бы на этом всё. Да, пожалуйста. То ракета, которую разрабатывают на полёта на Луну, была также предназначена для полёта на Марс и Венеру. Да. Это вообще, в принципе, реально? То есть Луна и Венера, Марс? Ну да, понятно, что Луна находится несколько поближе. И в теории для того, чтобы попасть на Луну, нужно потратить топливо поменьше. Но на самом деле первые миссии, которые Королёв планировал запускать к Марсу и Венере, не подразумевали посадку. То есть люди должны были забраться в тяжёлый корабль, полететь к Марсу, облететь вокруг Марса и вернуться на Землю. Для этого нужно на самом деле довольно мало топлива. Просто нужно хорошо рассчитать орбиту, и тогда эта миссия станет реальной. Затем Королёв также думал о том, чтобы реализовать миссию уже с посадкой на Марс, но тогда взлетало бы несколько таких ракет тяжёлых. Они бы на орбите строили огромную конструкцию, огромный межпланетный корабль, и он бы уже отправлялся к Марсу или Венере, он бы весил уже несколько тонн, ну, точнее, несколько сотен тонн. И таким образом можно было бы уже осуществить посадку. Да, пожалуйста. Сколько, например, мы стоили, что построили с полностью ракетой? С полностью ракетой? Ну, есть такая цифра стоимость запуска. Сейчас я покажу что-нибудь. Вот, например, сейчас, секундочку. Где-то у меня был слайд с ракетой Протона. Ну, допустим, вот она. Чтобы запустить такую ракету Протон, её стоимость, по-моему, сейчас в районе 100 или 80 миллионов долларов. Ну, то есть это такая довольно-таки дорогая штука. Раньше, до 2011 года, Соединённые Штаты запускали в космос многоразовые корабли Space Shuttle. Может быть, о них кто-то слышал. Это такой огромный самолёт, к которому прицеплен внешний топливный бак и два боковых ускорителя. Вот такая вот гигантская конструкция. Один запуск шаттла стоил 500 миллионов долларов. Ну, и в принципе, я думаю, что запуск ракеты N1 тоже обходился недёшево. Во всяком случае, после того, как советская лунная программа была завершена, было списано 4 миллиарда советских рублей. Ну, понятно, что на сегодняшние деньги это просто гигантская сумма. А Сатурн-5 сколько стоил? Сатурн-5 сколько стоил? Я, к сожалению, не помню. Может быть, ты помнишь. Я просто забыл. Но он, наверное, тоже в районе... По-моему, он даже дешевле шаттла стоил, кстати. По-моему, один запуск Сатурн-5 обходился дешевле шаттла, потому что Сатурн-5 — это одноразовая ракета. То есть она улетела, и всё. Ну, потом собрали обломки где-нибудь там, да? А для того, чтобы запустить шаттл, нужно было запустить его, собственно, на орбиту, потом из океана достать два боковых ускорителя, проверить то, что с ними всё в порядке, заправить их. Сам шаттл после того, как он возвращался, тоже нужно было полностью проверить, снять двигатель и проверить, что всё с ним хорошо, отремонтировать его, поставить на место. То есть на обслуживание уходили огромные деньги, и поэтому шаттл был безумно дорогим удовольствием. А Сатурн-5, казалось бы, гигантская ракета, самая большая ракета в мире, из-за того, что она была одноразовой, то есть запустил и забыл, она была дешевле шаттла. По-моему, это было в районе 300 или 250 миллионов тогдашних американских долларов, но я не помню, к сожалению, точных цифр. Пожалуйста. А использование тех же блоков Илона Маска, которые он производит, для того, чтобы просто увести те же шатты на орбиту? А не подсместить? Вот Илон Маск, да, он классный парень, он сажает первые ступени своих ракет. И у него даже начало недавно что-то получаться, это очень здорово. А да, у нас девятая какая удачная попытка вот ночью была. Нет, не девятая, по-моему, четвертая, если не швать. Но тем не менее, тем не менее, у него уже что-то получается, это здорово. Так, а какую же нагрузку может вывести его ракета? Я, если честно, не знаю. По-моему, его ракета менее мощная, чем боковой ускоритель шаттла, и поэтому... Ну, и она, конечно, гораздо дороже. То есть боковой ускоритель шаттла, это была просто такая пороховая бочка. Ее перезаправляли, и она летела дальше. Она была устроена достаточно просто. А ракета Илона Маска, это все-таки довольно сложная конструкция. У нее на первой ступени есть посадочные опоры. Дальше, что там у нее? Эти аэродинамические рули, кто не знает, это вот такие вот сеточки. Сейчас покажу крупным планом. Вот они. Вот эти вот сеточки, это такие специальные аэродинамические рули, которые тоже помогают управлять ракетой. И после посадки эту ракету, опять же, нужно тщательным образом проверить, чтобы ее можно было использовать повторно. Я где-то читал, что после посадки одну ступень уже признали непригодной, то есть она настолько сильно была повреждена во время посадки, что повторно ее нельзя использовать. Поэтому сейчас вот в Штатах разрабатывают проект новой сверхтяжелой ракеты, называется она SLS, Space Launch System. И на ней предлагается использовать в качестве ускорителей точно такие же разгонные блоки, как и на шаттле, только еще больше. Ну, то есть там на одну секцию побольше. Еще вопрос? У меня есть? Да. Ну, в общем, всем давно известно, но мировое правительство это скрывает. Рептилоиды? Что когда американцы летали на Луну, они встретили высокоразвитую расу рептилоидов. Естественно. Однако они шесть раз позором улетели с ничем. И пришлось снимать всякие камешки. Однако русские, как говорит одна из версий, они все-таки слетали на Луну один раз. И в подарок рептилоиды дали нам канал РЕН-ТВ. Однако, ну, это было так успешно, что нам пришлось четыре стороны ракеты за ненадобностью взорвать, ну, сымитировать. Ну, зачем? Если посадка была, зачем стабильничать? А как вы думаете, что русские выкинули на Луне, что им дали канал РЕН-ТВ? То есть, что они оставили в обмен на канал РЕН-ТВ? Нет. Что они такого сотворили? Может, рептилоиды дали какое-то испытание? Если честно, я не имею ни малейшего понятия. Я не столько хорошо разбираюсь в этой теме. Я не знаю, что научный поток. Классный вопрос. Еще? Ого. Ну, пожалуйста, сделай девушку. Начнем. Еще я слышала некоторые шутки насчет того, что американцы на самом деле не высаживались на Луну, и это был муляж. И даже в Кликером Штайн есть пародия на эту тему «Америка». Может быть, это и обосновано как-то или просто? Ну, тема на самом деле довольно-таки холиварная, простите за такое слово. Просто на каждый довод сторонников того, что высадка на самом деле была, существуют доводы сторонников того, что все это фальсификация. Ну, что я могу сказать на эту тему? Ну, во-первых, советские инженеры тоже очень пристально следили за пусками американцев. И они тоже точно так же, как и весь мир, принимали телевизионный сигнал, потому что высадка проходила в прямом эфире. Но это американцы, они из всего делают шоу, поэтому они высадку тоже транслировали в прямом эфире, и наши инженеры тоже эту трансляцию принимали. И, в принципе, я думаю, они могут отличить трансляцию, которая передается откуда-то из павильона, от трансляции, которая идет с Луны, поэтому, скорее всего, в этом не стоит сомневаться. Также на Луне американцы оставили очень классный девайс, очень простой, но очень классный, называется уголковый отражатель. Это, короче, вот берем кубик, да, и убираем у него три грани, оставляем только три грани, которые формируют один прямой угол. И его внутреннюю поверхность делаем зеркальной, и оставляем это на Луне. И тогда, если направить лазер и попасть в этот кубик, то он отразит этот луч обратно. И таким образом можно будет сказать, что на Луне как минимум осталось что-то, что туда кто-то принес. Ну, это как бы еще одно такое подтверждение того, что действительно высадки существовало. У вас был вопрос? Я ответил, надеюсь, на вопрос? Да. Спасибо. А у вас вопрос? Существуют ли факты того, что факты кражи технологий американских нашими, разведчиками или наши технологии американцы? Ну, я слышал такие факты про советскую атомную программу. То есть, то, что технология для создания атомной бомбы была получена... Ну, какие-то части деталей этих технологий, у нас же тоже были хорошие ученые, которые сами все прекрасно понимали, да? Но некоторые детали были получены благодаря разведке. Насчет технологий. Очень похожа советская лунная программа на американскую. Точь в точь ее повторяет точно такой же маленький посадочный кораблик, и точно так же за один пуск выводится вся миссия. Но это все-таки нельзя назвать кражей, потому что американцы, американцы, они из всего делают шоу, и поэтому данные их будущей программы «Аполлон» заранее были всем известны. Ну, хотя бы ее общая концепция. Поэтому советские инженеры после долгих раздумий решили эту концепцию повторить. Так, насчет кражи технологий. Ну, не знаю. Вот кто-то может заметить, что советский многоразовый корабль, который слетал всего лишь однажды «Буран», очень похож на американский «Шаттл». Но это опять же связано с тем, что данные о американской программе «Спейс Шаттл» были известны заранее. И поэтому спустя некоторое время мы более-менее повторили ту же самую концепцию и создали свой корабль «Буран», который был очень похож на «Шаттл». Ну, не потому что мы что-то украли, а потому что все это… ну, концепция была заранее известна, да. Так, что же украли у нас? Хлё! Сложно сказать, потому что, ну, мне кажется, все-таки не было каких-то таких тотальных краш. Можно вспомнить про ракетные двигатели. Наши кислородокеросиновые ракетные двигатели немножко эффективнее, чем американские. Это связано с особенностями конструкции. Советские, ну, теперь уже российские двигатели НК-33, РД-191, на котором «Ангара» летает, они работают по такому, так называемому, закрытому циклу. Это очень сильно усложняет конструкцию, но повышает эффективность движков. В Соединенных Штатах все ракетные двигатели, которые сейчас там производятся, самостоятельно работают по открытому циклу. Это более простая схема, но менее эффективная. И вот то, что за долгое время у американцев не появилось закрытых движков, может говорить о том, что никакие технологии украдены не были. Они были проданы, на самом деле, после развала Советского Союза, когда мы отправили туда двигатели НК-33 и стали продавать двигатели РД-180. То есть это вот до сих пор мы поставляем туда наши двигатели. То есть рынок решил немножко по-другому. Зачем красть, когда можно купить? А НАСА покупает или там? Да-да-да, у нас Соединенные Штаты закупают двигатели РД-180. Для своей ракеты, по-моему, Антарес называется ракета. Но у них же не только НАСА, у них же там еще какие-то организации занимаются. НАСА — это государственная компания, которая координирует все, что касается мирного изучения космоса. Ну, скажем так. А компаний, которые производят ракеты, спутники и так далее, их большое количество. Да, это Воинг, Локфит Мартин, кто еще? Ну, по-моему, все. SpaceX. А, как же я мог забыть, конечно. А еще вопрос по поводу топлива. Оно опасно только для человека или еще на атмосферу влияет? Оно опасно для человека, в первую очередь. Естественно, ну, что значит влиять на атмосферу? Если ракета взрывается, то надо всех эвакуировать в радиусе 20 километров. Потому что ядовитое облако — ядовитое. Ну, это... Ну, для нас, например, да, атмосфера не влияет. Но это все-таки слишком... Да, но это все-таки слишком опасно, чтобы кто-то оставался в радиусе действия этого облака. У кого-то еще там прямо вот сзади был вопрос. Да. А были какие еще интересные провокационные действия вот из разряда видео, где американский астронавт текает флаг, ну, чтобы деморализовать противника, но не факт, что это было на самом деле? Провокационные действия. То есть втыкание флага это было... Ну, они до сих пор жалко говорили, не факт, да, что это на настоящее. Ну, то есть, не факт, что это на настоящее. Вот, про что говорите. Ну, на самом деле, могу точно сказать про советских инженеров и космонавтов. Они, в принципе, никаких провокационных действий в сторону... Ну, чтобы показать, какие мы крутые, хотя на самом деле ничего не сделать, но об этих фактах ничего не известно. Единственное провокационное действие, которое я могу вспомнить, в 75-м году миссия «Союз Аполлон» «Наши космонавты Леонов и Кубасов уговаривали американских коллег попробовать водку в тюбиках». Американцы говорили, да вы что, да наш центр управления нам не разрешает. А им говорили, да что вы как дети маленькие. Классно, русская традиция, а то мы обидимся. В общем, американские астронавты очень долго сопротивлялись, но в итоге попробовали советскую водку, и в тюбиках оказался на самом деле борщ. И говорят, что после этого американские астронавты на наших коллег очень сильно обиделись, и поэтому в американских фильмах все русские космонавты пьют водку. Ну еще насчет провокационного действия. Наоборот, были ситуации, когда наши тестовые беспилотные пуски воспринимались американцами как пилотируемые. Первый случай я вам рассказал, да, связывались космонавты и центры управления, и подумали, что на борту люди. Второй случай тоже. В 60-м году мы запускали на орбиту беспилотный корабль, там сидел манекен Иван Иванович, и мы тоже тестировали связь, наши инженеры. И как раз американцы подумали, что это тоже пилотируемый запуск, и что космонавт в итоге погиб. Мы запускали на Венеру корабль Венера-4, это было в 65-м году, если я не ошибаюсь. А нет, нет, я вру. Венера-1, это был в 61-м год, это был очень тяжелый спутник, он весил 700, ой, простите, 7 тонн, около того. Но, да, и в Соединенных Штатах тоже думали, что это спутник с людьми, и очень удивились тому, что этот спутник не вращается вокруг Земли, а удаляется от нее. И подумали, что на самом деле эти странные русские запустили космонавта куда-то в дальний космос, без возможности вернуть его на Землю. То есть такие случаи были, да. И вот сзади, прям вообще, вот сзади был вопрос. То есть я хотел задать вам про высадку на Луну. У меня тогда вопрос, а вообще до Луны будет взаимодействовать на какой-то кемпас? До Луны это... Ну, не обязательно с высадкой. А, ну, из советских космонавтов вы имеете в виду? У нас там нет, а на Северной. Ну, самый первый полет в сторону Луны состоялся 25 декабря 1968 года. Это была миссия Аполлон-8. И три американских астронавта облетели Луну и вернулись на Землю. Вообще, самый первый полет к Луне, беспилотный, даже без человека на борту, состоялся еще в 59-м. 59-й, не 60-й, 59-й. Советская станция Луна-3 облетела Луну и сфотографировала ее обратную сторону. С Земли обратную сторону Луны не видно, и мы всегда хотели на нее посмотреть. И это стало реальностью только в 59-м. Снимки были переданы по радио, они были, конечно, не очень хорошего качества, но это, конечно, была сенсация и фурор. Дальше. Еще в 69-м году состоялась миссия Аполлон-10. Космонавты тоже полетали на орбите вокруг Луны, американские астронавты, без высадки. Они тренировались. Затем миссия Аполлон-13, тоже они не высадились на Луну, они просто облетели ее, потому что возникла на борту авария, и совершить высадку было невозможно. Это все, что я могу вспомнить насчет полета в Клуне без высадки. Но это подтверждено, потому что я вот слышал, что другие карты подтверждено, что уровень радиации не на локольном космосе, не позволяют, в принципе, что это находится. Есть такое. Да, действительно, уровень радиации повышен по сравнению с Землей и даже по сравнению с низкой околоземной орбитой, где сейчас космонавты находятся на борту Международной космической станции. Так и есть. Но миссия на Луну длилась примерно две недели. И за это время получить смертельную дозу радиации сложно. Да, получили чуть повышенную дозу радиации астронавты, которые высаживались на Луну, но не смертельную. К тому же магнитное поле Земли на орбите Луны, это, по-моему, сколько? 400 тысяч километров, да? Около того. Вот. На этом расстоянии магнитное поле Земли все еще довольно сильное, чтобы можно было избежать смертельных доз радиации. Вот. И более того, сами американские астронавты с собой в полет брали источники электричества, которые как раз работали на радиоактивном распаде. То есть основная угроза исходила не от космической радиации, а от тех топливных элементов, которые они взяли с собой. Но в полете до Марса это, конечно, будет гораздо более серьезной проблемой, потому что он продолжается дольше. Он находится гораздо дальше от Земли, Земля не защитит космонавтов своим магнитным полем. И сегодня это одна из основных проблем, из-за которой на Марс лететь считается, что еще рановато. Последний вопрос. Да, давайте вот. Девушки. Вот. Вы говорили, что про двигатели, которые сейчас в Америке, про РД-180, да? Почему их сейчас не могут там производить? Потому что на их производство уйдет очень много времени, а на то, чтобы довести их надежность до определенного уровня, уйдет еще больше времени и денег. То есть я рассказывал вам про двигатели Николая Кузнецова, он считал, что создать ракетный двигатель просто, по сравнению с авиационным. И он действительно его создал довольно быстро. По-моему, двигатели были уже в 1964 году готовы, за три года. Но для того, чтобы довести двигатели до ума, у него ушло еще около 10 лет. И, естественно, в Соединенных Штатах считают, что повторять весь этот путь сейчас нет никакого смысла. Дешевле и проще купить готовый двигатель. Точно так же, то же самое можно и сказать про отечественную компьютерную технику. То есть мы можем повторить там какой-нибудь крутой процессор, интеловский или еще что-то, но на это уйдет очень много времени, очень много денег. В это время революция компьютерного железа уйдет еще дальше. И поэтому сейчас очень тяжело заниматься разработкой отечественного компьютерного железа из-за такого большого отставания. И в этом уже практически не осталось никакого смысла. То есть та же ситуация, только наоборот в ракетной технике. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...